МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите жить в собственной квартире, но не знаете, что лучше? Аренда или ипотека? Сегодня мы попробуем разобраться в квартирном вопросе. В эфире программа «Про все». Здравствуйте! Каждая молодая семья мечтает о собственной квартире с красивым видом из окна и просторными комнатами. И, конечно же, все это должно быть по приемлемой цене. Думаете, это невозможно? Тогда наш следующий сюжет для вас. Семья Володиных уже скоро получит ключи от своей новой квартиры. Молодые люди уже решили, где разместится детская, а где гостиная. Уверенность в собственном запланированном будущем молодой семье подарил застройщик «Ренессанс Актив». Мы долго выбирали район и выбрали жилой комплекс «Мияк Бессоригина» от застройщика «Ренессанс Актив». Наш выбор пал именно на этот дом, потому что это очень перспективный, быстро развивающийся новый микрорайон нашего города. Так как дом строится очень быстро, мы уверены, что ключи получим в срок. Компания «Ренессанс Актив» постаралась учесть все, что ценит человек при покупке квартиры. Удобное расположение, экологически чистый район, благоустроенная придомовая территория. Новый жилой комплекс «Мияк Бессоригина» расположился в живописном месте в непосредственной близости к федеральной трассе Дефрисе-Данка-Патрокол. Из его окон открывается панорамный вид в сторону морского побережья и полуострова Бессоригина. Новый жилой комплекс возводится по современной технологии монолитного строительства, что, как доказано, имеет массу преимуществ. 90% работ уже завершено. Ведутся работы сейчас на придомовой территории, придомовой устройства детских площадок, пешеходных зон. Также ведется отделка мест общего пользования в самом здании непосредственно. Квартиры, в принципе, уже все установлены двери. Они уже практически готовы под ключ. Жилой комплекс «Мияк Бессоригина» делится на три секции, две из которых 14 этажей и еще одна 17. На первом и цокольном этажах расположены офисные помещения. Жилые этажи начинаются со второго. Каждая квартира имеет свободную планировку, лоджию или балкон с панорамным остеклением. Строительство ведется согласно плану и соблюдением всех сроков. Дом планируют сдать уже в первом квартале 2017 года. Наша компания дарит вам скидку в размере 1000 рублей на квадратный метр при условии единовременной оплаты стоимости квартиры собственными средствами. Хочется отметить возможность приобретения квартиры по военной ипотеке, а также в рассрочку от застройщика. Приобрести у нас вы можете не только квартиру, но и нежилое помещение для вашего бизнеса. Компания «Ренессанс Актив» работает согласно всем нормам федерального законодательства, что гарантирует покупателям полное выполнение обязательств застройщика точно в срок. Уже в начале следующего года жители нового жилого комплекса «Маяк Басаргина» отметят собственное новоселье. А в планах у зарекомендовавшего себя застройщика компании «Ренессанс Актив» уже этой осенью начало нового строительства в пригороде Владивостока. Наверняка вы слышали споры о том, что выгоднее – снимать жилье или брать ипотеку. Мы тоже попытались разобраться в этом вопросе. И вот какие выводы у нас получились. Извечный вопрос – что лучше – снимать квартиру или брать ипотеку? Ведь что в первом случае, что во втором – есть ежемесячный платеж. Но разница заключается в том, что кто-то платит за свое будущее, а кто-то – всего за месяц. Сравним финансовые вложения на примере одной двухкомнатной квартиры. Средняя ее стоимость во Владивостоке варьируется от 3,5 миллионов рублей до 4, в зависимости от района. Арендная плата за двушку такого же типа – от 20 до 35 тысяч рублей. Воспользуемся ипотечным калькулятором, который есть в открытом доступе в интернете. Получается, что ежемесячная выплата по жилищному кредиту будет составлять 48 тысяч рублей. И такую сумму нужно будет выплачивать на протяжении 15 лет. Мало привлекает, не правда ли? Теперь рассмотрим аренду жилья. Предположим, мы снимаем двухкомнатную квартиру стоимостью 25 тысяч рублей. При этом отдельно платим за коммунальные расходы. Итого, к этой сумме прибавляется еще тысяч – это в пять. В итоге получается 30 тысяч рублей в месяц. На первый взгляд выгода очевидна. Однако давайте мыслить глубже. Согласно прогнозу Минэкономразвития, до 2030 года инфляция будет расти в среднем на 4% в год. Так получается, что арендная плата за двухкомнатную квартиру через 10 лет вырастет на 10 тысяч рублей. Через 20 – еще на 10. Выплата по ипотеке же не изменится на протяжении всего действия договора. Многих пугают переплаты по ипотечным кредитам. Так берем сумму в 4 миллиона рублей, а возвращаем банку в два раза больше, согласно тому же ипотечному калькулятору. Но в результате получаем квартиру в собственность. А теперь посчитаем расходы на аренду жилья. Так за 15 лет аренды двухкомнатной квартиры мы выплатим 5 миллионов 400 тысяч рублей. И это без учета роста инфляции. И при всем этом внушительная сумма не гарантирует вам право собственности. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Благодаря многочисленным государственным программам поддержки, сегодня обзавестись собственными квадратами стало возможно. Банки предлагают выгодные условия, а застройщики – комфортные квартиры. За последние годы на территории Владивостока стало все больше появляться новостроек. Согласно последним статистическим данным, поспособствовало этому развитие различных доступных госпрограмм для населения. Благодаря введению федеральной поддержки и выгодным условиям ипотеки, молодым семьям стало гораздо проще обзавестись собственными квадратами. Более того, специалисты Сбербанка предлагают лично ознакомиться потенциальным клиентам не только с продуктами банка, но и с рынком жилья на ярмарке недвижимости. Сбербанк в настоящее время работает с клиентами физическими лицами по программе «Ипотека с господдержкой». В этой программе минимальные процентные ставки на первичном рынке и, пожалуй, на рынке кредитования физических лиц в целом. Кроме того, есть определенные условия по сумме кредитных средств, по условиям страхования и так далее. Но, тем не менее, данная программа распространяется практически на все объекты, которые представляют застройщики нам в Владивостоке, в других городах Приморского края. Сбербанк работает с ведущими компаниями-застройщиками и агентствами недвижимости, поэтому подобрать жилье можно не только в новострое, но и на вторичном рынке. Полный пакет услуг, начиная от выбора квартиры, заканчивая оформлением документов, вы можете получить как в офисе отделения, так и у компании-партнера. Клиент, приходящий к нам в отдел продаж, высказывает свои пожелания по необходимой квартире, и в этой ситуации мы уже стараемся подобрать тот вариант, который будет подходить конкретно ему. Либо это будет объект на самом начальном этапе, либо это объект уже будет, который готов к вводу в эксплуатацию. В офисе нашей компании можно оформить заявку на ипотечный кредит. Кстати, стоит заметить, что рассмотрение вашей заявки на получение ипотечного кредита занимает всего пару дней. В случае одобрения данной возможностью вы можете воспользоваться в течение двух месяцев. А значит, если вы не нашли квартиру вашей мечты, у вас еще есть время. Мы узнали об этой ярмарке, решили себе купить квартиру. Сюда пришли, посмотрели, нам все рассказали. Должны нам сегодня-завтра позвонить, дать хороший вариант, и будем оттуда отталкиваться. Вообще, очень хорошая идея. Я думаю, она будет пользоваться большим успехом и вниманием наших жителей. Стоит напомнить, что до конца года в отделениях Сбербанка можно оформить ипотечный кредит с государственной поддержкой на квартиры в новостройках. В рамках этой программы ставка 11,9% годовых. При этом нет никаких комиссий, а ставка сохраняется на протяжении всего действия договора. Не менее выгодные условия ипотеки Сбербанк предлагает и молодым семьям, и военнослужащим. Говорят, что заезжая в новую квартиру, первой через порог нужно пустить кошку. Оказывается, в старину верили, что соблюдение целого ряда примет принесет счастье в новый дом. Некоторые, кстати, и по сей день не утратили силу. А вы знали, что есть масса примет при переезде, соблюдение которых обеспечит вам беззаботную жизнь в новом жилище? Так, например, уезжая со старой квартиры, обязательно попрощайтесь. Вынесите мусор и вымойте полы. Если вы оставляете мебель, проверьте, чтобы ничего не оставалось внутри. Проветрите квартиру и поблагодарите ее за комфорт и защиту. И на прощание приготовьте пирог и съешьте его полностью в стенах старого жилища. Затем мысленно пожелайте новым жильцам счастливой жизни и только тогда уезжайте. Сильно суеверным людям советуем забирать домового с собой. Для совершения этого ритуала нужно подмести пол и старый веник увезти в новую квартиру. Очень хорошо очищают новый дом благовония. В каждой комнате расставьте ароматические палочки. Считается, что они привлекают позитивную энергию и прогоняют плохую. Сразу после переезда устройте генеральную уборку. Откройте все окна, даже зимой, хоть ненадолго. Везде включите свет и откройте воду. Правда, этот ритуал придется не по душе экономным людям. Но считается, что он очистит дом и прогонит злые силы. Для заселения в новый дом нужно выбрать правильное время. Если верить приметам, то идеально переезжать утром в субботу. Если заселение пройдет без хлопот, то жизнь в новом доме будет удачной и благополучной. А если в этот день идет снег или дождь, то это символ того, что жизнь будет счастливой. Но и не забудьте, что новая квартира – это начало новой жизни. А значит, согласно приметам, необходимо избавиться от всех старых вещей. Например, посуда со сколами или поцарапанная мебель. И постарайтесь порадовать интерьер обновкой. Это может быть даже просто скатерть. Новоселье – это особый ритуал. И проводить его нужно в первый же день и только в кругу самых близких. Даже если вы не успели распаковать вещи, смех и голоса родных людей привнесут позитивную энергетику в дом. Переезд – дело непростое. Отнестись к нему стоит серьезно, учитывая все детали. Ведь наверняка кто-то может отрицать, что жилье имеет свою биографию и ауру. Но тем не менее, в некоторых странах, таких как Европа и Америка, строительство домов начинают только на растущую луну. Чтобы счастье в будущем доме росло. Пусть ваш путь к собственной квартире будет легким и приятным. С вами была Дарья Панченко и программа «Про все». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!